МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Короткое замыкание. В четверг над проспектом Победа поднялись клубы дыма. Горела исправительная колония общего режима номер 8. В ней содержится 369 человек. На место происшествия сразу выехали спасательные службы. Горели производственные помещения. Там заключенные делают изделия из поролона. Ровно в 17.00 смена закончилась, и все люди покинули цех. Когда начался пожар, осужденные уже проходили проверку в жилой зоне. Поэтому пострадавших нет. На момент возникновения пожара, возгорания, в производственной зоне осужденных уже не было. Когда произошел съем первой смены работающих осужденных, все осужденные находились уже в жилой зоне учреждения. Сразу была произведена проверка всех осужденных на их наличие. Пользоваться огнетушителем в пустом помещении было некому, а автоматической системы сигнализации в колонии нет. МЧС выехали на место происшествия через 10 минут после начала пожара. Потом подтянулись и другие службы. Поролон горит хорошо и быстро, поэтому огонь потушили только через 2,5 часа. Выгорела одна треть здания. Это прежде всего склады. Кроме них, помещения по изготовлению материала и производственные цеха. Такого колония не видела с 1996 года. Последний крупный пожар был именно тогда. В момент пожара, во время пожара рухнули крыша и перекрытие между первым и вторым этажом. Опять же, это, как говорят специалисты, уже из-за специфики данного материала. Сейчас решают вопрос о ремонте здания. Специалисты считают, что проще построить новое. Причиной ущерба назвали короткое замыкание. Из-за чего случился такой сильный перепад напряжения, пока выясняют. Полина Зайцева, Дарья Волошина, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Вместо старого немецкого сквера объект капитального строительства. В городе произошла очередная незаконная вырубка сквера. На этот раз на пересечении улиц Карла Маркса, Красной и Пацаева. Сейчас жители собирают подписи против строительства под окнами их домов. Но документ на возведение объекта уже выдан за подписью бывшего председателя комитета архитектуры и строительства. А в среду в 13.30 в Южном парке собрались защитники всех зеленых зон города. Они требовали прекратить уничтожать природу и спасти экологию города. Защитникам зеленых зон разрешили собраться в Южном парке. Здесь представители инициативных групп самых разных микрорайонов города. Ялтинская, Карла Маркса, Новый вал, Северная гора. И за каждым названием одна проблема. И корень этой проблемы – решение окружного совета депутатов от 2007 года. Вы просили внимание на нашу карту? На этой карте отмечены 29 участков. По генеральному плану города когда-то все они были зелеными зонами. А потом их отдали под строительство. Мы в свое время тоже посадили саженцы, выросли красивые деревья, это украшения города. И когда нам сейчас заявляют, что там будет все вырубаться и строится никому не нужная вставка, тем более девятиэтажная, это все нарушение наших конституционных прав, потому что земля между домами – это наша собственность. Сейчас участники акции требуют, чтобы депутаты окружного совета отменили свое решение от 2007 года и вернули всем 29 зонам статус зеленых. Несмотря на разограничение полномочий, областные власти могут законодательно ограничить точечную застройку, пока все парки не поставят на учет. Это заявил наш губернатор. Я все время к этому призываю, но меня никто не слышит. То есть мы солидарны с ним в этом вопросе. С 2003 года в Калининграде под точечную застройку отдали уже 380 участков. Случайные прохожие, которые даже не знали, что в среду в Южном парке пройдет акция, по этому поводу высказались так. Одним словом все можно сказать. Россию просрали и просирают дальше. И очень жалко, что так происходит. Жители ближних к скверу на улице Карла Маркса домов пока настроены решительно. Сейчас они требуют проведения публичных слушаний, чтобы там открыто высказать свой протест против вырубки и строительства у них во дворе. Опасно для жизни. Путепровод на Суворово находится в аварийном состоянии. Пешеходная часть в любой момент может обвалиться. В направлении от Южного вокзала проход с правой стороны закрыт и категорически запрещен. Как оказалось, это не единственный мост, который разрушается. Подобная ситуация сложилась и на Аллее Смелых. Ходить страшно, но обходить долго. Жители Московского района привыкли пользоваться мостом на Аллее Смелых возле мясокомбината. Галина Ивановна здесь ходит каждый день уже на протяжении семи лет. О несчастном случае в 2001 году знает только по слухам. Тогда с правой стороны обвалилась пешеходная часть. Вот здесь вот идешь, дальше уже толпа идет, если люди навстречивают друг к другу, уже не сходятся. Вот сюда, видите, заходят сюда дети маленькие, все, переходит. Это, считай, уже оступился, уже попал под машину. Так же, видите, там дальше вот переходишь, вообще там идешь, яма одни ухабы. Подобная ситуация сложилась и на мосту на улице Суворова. На днях на пешеходной дорожке провалилась плита. Сейчас закрыта правая сторона, она в любой момент может обрушиться. Весь металл сгнил и покрылся коррозией. Многие балки обвалились. Для автотранспорта пока угрозы нет. А вот что дело с пешеходами, пока думают. Сначала хотели построить одноуровний переход по железнодорожным путям, но так как их там девять, эта версия отпала. Нужно делать временный, дополнительный эстакаду или рядом строить мост для пешеходов специально. Были такие предложения, что организовать какие-то автобусные маршруты, микриками там по трамвайной переволке на Киевскую туда, на Суворово. Ну, это, конечно, не выход с положения, потому что все равно люди пойдут по путям. Судьба моста на улице Суворова будет решена на днях. Ситуацию обсудят на предстоящем совещании в администрации. По первым подсчетам на капитальный ремонт потребуется более 280 миллионов рублей. Но есть более дешевый способ установить подпорки, такие же, как однажды сделали на путепроводе аллеи Смелых 10 лет назад. Страшно здесь уже было, бывало. В этой стране вообще страшно ходить. По этой еще более-менее, а там вообще страшно. Страшно очень. Очень страшно. А вдруг он развалится? Острый вопрос стоит с газопроводом на аллее Смелых. Через него подается газ на весь Московский проспект. Сейчас в таком состоянии, что он может в любой момент там рухнуть, и очень будут большие неприятности, техногенные катастрофы и так далее. У электричек в Светлогорском направлении появилась новая остановка. С 23 мая на одну минуту останавливаются электрички в районе рынка Сельма. Для этого построена специальная платформа. Посадка и высадка производятся из первых двух вагонов. Новая остановка уже вызвала интерес у местных жителей, пока переписывают информацию со стенда. Здесь хорошая будет остановка. Зачем нам, кто, например, здесь живет, выйти здесь можно, и здесь садиться. Единственное, что, может, местным быть. Правильно? Но пассажиров интересует и другое, будет ли работать рынок, если приезжать с моря на последней электричке. Если нет, то где протоптать народную тропу до жилых домов? Не хватает здесь и перехода через железнодорожные пути. Но, как заверили в администрации, если остановка станет востребованной, здесь появится постоянная благоустроенная площадка. Французские компании займутся калининградским ЖКХ. В среду глава города Александр Ярошук встретился с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге Элизабет Барсак. Они обсудили самые важные вопросы взаимоотношений двух стран. Также патент почетного консула Франции в Калининграде вручили Стефану Фраппо. Теперь почетный консул Франции есть и в Калининграде. В нашей экономически важной зоне такое сотрудничество необходимо. Консульство в нынешнем положении Франции открыть пока невозможно, но приоритеты расставлены четко. Поддержать французы, которые находятся на территории области. И второе направление это развивать отношения между Калининградской областью, городом Калининградом и Францией. В том числе, в первую очередь, экономически, но также и культурно. В ходе конференции решали проблему передачи в аренду наших муниципальных предприятий. На сегодняшний день это главное направление сотрудничества. Уже готовят документы и ищут опытных партнеров. Французские компании в ЖКХ разбираются лучше всех. Тарифы для населения снизятся за счет использования современных технологий. Также обсудили и другие вопросы. А вообще, конечно, традиционно мы договорились составить программу обмена культурными. Сделаем мероприятия, обмен студентов, обмен наших школьников, студентов по спортивным направлениям. Потому что мы должны лучше друг друга узнавать. Говорили также об установке памятника русским и французским воинам времен Великой Отечественной. В конце встречи Элизабет Барсак пожелала Калининграду успехов в экономических и культурных проектах. Они готовились к этому дню с первого класса, но главные испытания еще впереди. Во всех школах города в эту среду прозвенели последние звонки. С погодой выпускникам 2011 года не повезло, но даже хмурое небо не испугало 11-классниц. Многие вышли на свою последнюю школьную линейку в легких платьях. Когда они были в пятом классе, их новый классный руководитель не знала, как справиться с таким количеством не в меру характерных и очень своенравных учеников. Их было очень трудно собрать в кучку, потому что вот эти яркие индивидуальности, каждый из них лидер в какой-то своей сфере. А к выпускному классу эти лидеры уже подросли и осознали, что многое в жизни познается в сравнении. Но все равно в отличие девятого класса будет грустно, потому что больше такого уже не будет. Красные ленты, бумажные голуби и шарики в конце линейки их дружно запустят в небо, как символ того, что теперь ребята вступают во взрослую жизнь. Я очень готовилась к этому, грубо говоря, с первого класса. Всем очень хочется, наверное, закончить школу, но с другой стороны уходить не хочется. Ну, это очень волнующий день. Но чем ближе к кульминации этого волнующего дня, тем желания повзрослеть почему-то все меньше. Кажется, вот они все могут. Когда ты сам взрослеешь, ты понимаешь, как хорошо быть ребенком, то, что тебе все прощает. А я не хочу быть взрослым. Так родители все делают за тебя, отдыхаешь и все. А так сейчас надо самому все добиваться, делать. И родители сразу вспомнили, как дети сегодня утром собирались в школу. Со слезами на глазах. Не очень хочется прощаться со школой, вступать во взрослую жизнь. Конечно, со слезами. С учителями расставаться тоже очень грустно. 11-й А. Все-все ручки подняли. Я хочу еще раз на руку посмотреть дружно. 11-й Б. В считанные минуты до начала линейки 11-ти классники дружно вспоминают свои самые любимые предметы. Алгебра, история, русский язык, английский. А педагоги, когда линейка шла уже полным ходом, не жалели добрых слов про своих выпускников. Среди них медалисты, среди них хорошистые олимпиадники и просто талантливые ребята, которые поют, которые танцуют, которые пишут. Почти час на торжественные речи и на пустынные перед экзаменами. Да еще зависит от ЕГЭ. Да, как знаете, может, туда и пойдем. Туда возьмут. А то, может, вообще в школу вернемся еще. И, наконец, главный волнующий момент. Последний звонок. 25 мая 2011 года он прозвенел для 4200 калининградских ребят. Владимир Путин разрешил автовладельцам не проходить техосмотр до 2012 года. В среду премьер-министр подписал постановление, согласно которому очередной срок прохождения техосмотра для легковых автомобилей с разрешенной массой до 3,5 тонн и мотоциклов переносится на 12 месяцев. А для машин не старше года талант ТО будет выдаваться автоматически при постановке машины на учет в ГИБДД. Его будут выдавать при постановке машины на учет в ГИБДД. А автомобили постарше получили своеобразную амнистию на год. За это время, очевидно, власти подготовят новую схему прохождения техосмотра, в котором будут принимать участие автосервисы и страховые компании. Для автомобилистов это, конечно, положительный момент. Очевидно, что это связано с предстоящими выборами такое решение. Но нанесен удар неожиданный по автосервисам, по автодиагностическим мастерским, которые фактически вдруг, неожиданно, как в нашей стране это принято, внезапно остаются без работы до конца этого года. Но расслабляться автомобилистам не стоит. Любое постановление должно вступить в законную силу. А это только через несколько дней после официальной публикации в российской газете. Вот когда оно будет опубликовано, пока неизвестно. Но если это все будет опубликовано, и у вас не будет техосмотра, я так полагаю, что вы можете на 12-го года спокойно ездить. По мнению экспертов, с прохождением техосмотра по новым правилам поднимется стоимость услуги. Как прописано в постановлении, автомобили, произведенные от 3 до 7 лет, будут проходить ТО раз в 2 года. Те, у кого машины старше 7 лет, раз в год. А вот для грузового и пассажирского транспорта требования хотят ужесточить. Они будут проходить техосмотр один раз в полгода. В Калининграде ищут места для автоматизированных парковок. На этой неделе в администрации города рассказали и наглядно продемонстрировали, как выглядят парковки нового поколения. Несколько уровней, подъемные и поворотные механизмы – все это поможет решить одну из наболевших проблем для водителей – где поставить свое авто. Вот так выглядит автоматизированная система хранения автомобилей. Она уже используется в Москве и Санкт-Петербурге. В среду ее презентовали в администрации Калининграда. Паркинг-сет – это и маленькие парковочные места в районах плотной застройки, и целые комплексы в центрах дорогих городов. Главные преимущества этой системы – высокая скорость и большая надежность, а также она облегчит работу архитектора и конструктора и ускорит процесс проектирования. По оценкам специалистов, почти 40% автомашин в крупных городах постоянно находятся в стадии поиска парковки. Не стало исключением и Калининград. Сейчас властям города получили найти подходящие участки для строительства автоматизированных складов для машин. Как прозвучало на презентации, цитируем. Важно организовать строительство такого пилотного объекта, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки. Такие парковки помогут убрать часть автомобилей с городских улиц, тротуаров и зеленых зон. Через пять лет аэропорт Храброва сможет принимать все типы самолетов. Вопрос с привлечением инвесторов полностью решен. Теперь структура находится под одним руководством. Банкротство аэропорту Храброва больше не грозит. Он вошел в федеральную программу развития до 2016 года. На реконструкцию выделили почти 4 миллиарда рублей. Взлетно-посадочную полосу удлинят до трех километров. В планах приобрести телескопические трапы и лифты для инвалидов. В данный момент ведутся переговоры с новыми перевозчиками. Они свяжут Калининград с другими регионами России. А в европейские страны можно будет попасть прямым рельсом. Третий к спуску готов. В среду судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегат для ВМС Индии. Корабль готов только на 85%, но на нем уже установлено оборудование и вооружение. Фрегат предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок. Достройка его будет производиться в доке. У Олега сегодня ответственное задание – сохранить бутылку шампанского до торжественного разбития. А во время строения фрегата он занимался одной из самых сложных работ. Со своей бригадой устанавливал военное оборудование. Шампанское – это российское, вся, конечно, не индийское. Строим у нас, а в Индии они уже будут свои кокосы разбивать. Откладывать разбивание кокоса, а нос корабля не стали. Эту миссию выполнила крестная мать фрегата, жена супруга посла Республики Индии Ирина Малхотра. В этот же момент крестная мать российской страны разбила бутылку шампанского о борт корабля. Но накануне пришлось потренироваться. Здесь тренировались только с пластмассовой бутылкой. На всякий случай была заготовлена вторая бутылка, но сегодня она не понадобилась. После традиционных мероприятий медленно, но верно военный фрегат направился в сторону ДОКа. Война! Ура! На строительство фрегата ушло три года. Сначала была длительная работа инженеров-проектировщиков, и только потом приступили к производственной работе. Порезки металлов, сборки секций и установки оружия. Выполняем самые сложные погрузочные работы. Секретное оборудование, главные машины, дизеля. Мы как саперы, не знаем, что произойдет с нами сегодня. Не знало руководство завода, пройдет ли спуск на воду третьего фрегата. Могла помешать погода. Утром стоял такой вопрос, но мы понимаем, что заказчик есть, он прибыл на уровне посла. И не только ветер влиял еще, и уровень воды. Уровень воды соответствовал по всем. Ну, мы приняли решение. Комиссия, я как председатель комиссии, приняли решение не отменять движение. Стоимость контракта составила более полутора миллиардов долларов. В прошлом году на воду были спущены первые два корабля для ВМС Индии. Но до военных походов фрегатам еще далеко. В конце июня начнутся ходовые испытания. И только после этого на борт поднимется экипаж Индии. В кино они не снимались, но среди родственников имеют знаменитых киногероев. А сейчас поклонников у немецких овчарок Эвы и Хонды стало еще больше. В этот четверг на дрессировку к ним пригласили ребят из Ассоциации молодых инвалидов и интерната для слабовидящих детей. Внучка и племянница Мухтара покорили с первого взгляда. Ты моя умничка. Ты моя хондочка. Немецкой овчарке Хонде 4 года. Она очень любит детей подросткового возраста. А еще когда ее чешут за ушком. Она очень выдержанная собака. Очень выдержанная. Такой и Мухтар в фильме. Плюс экстерьер хороший. Эву трижды признавали лучшей немецкой овчаркой по защите. Кстати, арийская кровь дает о себе знать. Обе собаки отлично понимают команды на разных языках. И еще одно почетное звание на двоих. Потомок знаменитого Мухтара. Его племянница и внучка вниманием режиссеров не избалованы. Зато с первого взгляда влюбляют в себя и взрослых, и детей. Потрясающе воспитаны. Видно, что они ходят именно туда, куда им скажут хозяины, что они ничего лишнего не излевают себе. Я даже с ними реально чувствую себя спокойно, безопасно. Они тебя не съедят. До этого момента Артур Климченко к собакам относился с опаской. И дома у него всегда жили кошки. Но после такого общения все страхи остались позади. Два, вкус. Два, вкус. Два, вкус. Два. Юрий говорит нашим ребятам о том, что это хороший все-таки друг и член семьи. Это может быть очень хороший и надолго. Такой очень верный помощник и друг. Потому что, конечно, для ребят с ограниченными возможностями все-таки достаточно узкий. У них круг общения. Это в основном родственники, какие-то немногие знакомые. Об ассоциации молодых инвалидов руководитель клуба служебного собаководства узнал из газеты. Позвонил и предложил организовать такую встречу. Не забыли пригласить ребят из интерната для слабовидящих детей. Ну, тут рассказывают, что собака спасла целую семью от того, что был пожар. Они были на третьем этаже. И она их разбудила. И они успели уйти из дома. Голос! 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 Замечено, что животные благотворно влияют на детей с ограниченными возможностями. Например, в Израиле существует целый центр, который занимается этими вопросами. В Калининградской области такого центра пока нет. Но зато теперь у этих ребят будет возможность общаться с потомками знаменитого Мухтара и не только. В следующий раз Юрий Иванович пообещал показать, как дрессируют служебных собак. Сегодня было водное занятие. Сидеть! Лежать! Стоять! 85 городов из 13 стран, в том числе 13 городов России. На прошедших выходных представители городов Гонзейского союза нового времени встретились в литовском Каунасе. Ежегодный фестиваль проходит в одном из городов Гонзейского союза. Он сложился еще в средние века. Это торгово-политический альянс городов и гильдий Северной Европы, защищавший торговые интересы своих членов. В него входил и Кёнигсберг, потому калининградская делегация стала полноправным участником фестиваля. На выходных калининградская делегация вернулась из Каунаса, где принимала участие в 31 гонзейских днях нового времени. Делегации на протяжении четырех дней презентовали свой город, каждый по-разному. История народов, традиционные угощения, ремесла, современные занятия. Калининград решил показать один из лучших танцевальных коллективов области и премьерный показ от молодого дизайнера. Шоки в группе Мехта из Калининграда, Руссия. Хореографическому ансамблю Мечта уже 31 год. Несколько раз в год они выезжают в разные страны на фестивали и конкурсы и представляют Калининградскую область. Мы выезжаем по разным странам, мы каждый год ездим, нас приглашают на конкурсы. Мы вот заняли недавно гранд-при взяли со своим ансамблем, с танцами на областном конкурсе. То есть мы самый лучший коллектив. Каунас привезли большую программу, две группы участниц и килограммы костюмов. Правда выступление пришлось сократить. Сцена невероятно маленькая, она не рассчитана на наш коллектив, несмотря на то, что мы приехали очень маленьким составом. Пришлось нам уменьшить свою программу по количеству номеров, по количеству участников. Детям, конечно, обидно, дети приехали, хотят выступать, но исходя из того, что сейчас видели организаторы, нам предоставили вторую сцену, достаточно большую по размерам. А вот другим представителям от Калининградской области даже сцену не предоставили. Новую коллекцию молодого дизайнера моделям пришлось показывать, идя по непривычному подиуму. Высокие каблуки, длинные струящиеся платья и старинная брусчатка. Им ничего не помешало. Другой уровень – это Европа, это европейские люди, потому что для них у них все равно другие вкусы, другие взгляды. Это уже заявка на какой-то, не знаю, Лондон, Fashion Week, Милан и что-то такое. Потому что важно мнение, как вас смотрят, не просто какой-то дом творчества. Это уже серьезная коллекция очень. Судя по реакции, коллекцию калининградского дизайнера участники фестиваля приняли очень хорошо. Вот только узкие улицы и большое скопление людей создавало напряженную атмосферу. И иногда зрители выходили прямо на подиум. Но калининградские девушки не растерялись и справились с поставленной задачей. Коллекция, в принципе, состоит вся из боди, основа идет, а уже сверху на боди – либо юбки, либо платья. Так как для меня девушка должна быть девушкой. То есть носить платье, либо юбки. Для нашего города участие в этом международном фестивале имеет большое значение. Около 170 городов из 13 стран в средние века были объединены в Гонзейский союз. Связывали их торговые и политические отношения. Каждый год в городе Гонзейского союза проводится подобный фестиваль. Туда приезжают делегации из большинства городов. В этом году приняли участие 85 делегаций, в том числе 13 российских. Фестиваль имеет древние корни исторические. Вы видели, что здесь люди из разных стран, разных национальностей общаются на одном языке и готовы также дальше общаться. Это интеграция России в Европу, то, о чем говорит наш премьер-министр, президент. Мы к этому идем уверенным шагом. Я надеюсь, что такой фестиваль может послужить в том числе вопросу отмены виз в Евросоюз. Калининградская делегация в этот раз подала заявку на то, чтобы Гонзейские дни проходили в нашем городе. Правда, мы в очереди только на 2034 год. Но окончательное решение, пройдет фестиваль в Калининграде или нет, будет принято и объявлено только через год на Гонзейских днях, которые состоятся в немецком Люнинбурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова